Здравствуйте! Меня зовут Александр Староверов и это обзор новостей за неделю. На протяжении нескольких минут только важные события, которые попали в объективы наших телекамер. То, что оказалось за кадром официальных средств массовой информации, вы увидите здесь, в эфире независимого телеканала 1612. Началась неделя в Казахстане со смертного приговора. Суд погубил газету «Ассанди Таймс». Судьба независимого издания решилась меньше, чем за час. Представители редакции наивно возлагали надежды, что судья вдумчиво подойдет к абсурдному процессу. Служитель Фемидов, в свою очередь, кажется, все решил заранее. Заявление прокурора Медведевского района города Алматы удовлетворит признать газету «Ассанди Таймс» с основной частью и формой распространения продукции единого средства массовой информации республики. Не только «Ассанди Таймс» за последнее время оказалась в опале у властей. Казахстанцев лишили и правдивой газеты. Причины закрытия независимых таблоидов, понятно, нелепы и формальны. Единственное издание, которое пока еще функционирует, это трибуна. Сейчас редакцию терзают надуманными судами. На днях журналисты проиграли очередной процесс и обязаны выплатить в госказну 4 миллиона тенге. А вот что на этой неделе особенно привлекло внимание немногочисленных независимых СМИ, так это чудовищная коррупция в Казахстане. Поборы в школах, откровенное разворовывание бюджетных средств в детских домах, предвзятое судопроизводство. Взяточничество в республике Казахстан сродни вирусу. Заражены им чиновники, а страдают бедные люди. Казахстанских сирот обворовывают с пеленок, зачастую детей кормят испорченными продуктами и не обеспечивают одеждой. Учителя всеми силами пытаются достучаться до прокуратуры, но в ответ получают формальные отписки. Вот две мои папки, это все отписки моей прокуратуры о коррупции в нашем детском доме. Я все прошу, прошу, все обещают, обещают, но коррупция как процветала, так и процветает. Наши дети два месяца, даже уже больше, без мяса сидят. На днях мы получили тапочки, на второй день уже дырявые они. Носки, они оденут уже тут же пятка, а ребенку выделяются носки на год где-то три пары, четыре пары только. Вот представьте, дети наши, носки стирайте в кармане, сушат, чтобы не украли, чтобы завтра в школу было что одеть. Потому что по лимиту не положено. А то выигрывают такие носки. Вот такие недобросовестные поставщики наши. Дело в том, что государственные тендеры на предоставление товаров и услуг выигрывают недобросовестные фирмы. По принципу, мы сделаем дешевле. А положенные на ребенка ежемесячные 80 тысяч тенге бесследно исчезают. В итоге, в плюсе поставщики негодных услуг, директора-диверсанты, ну и, конечно, сами чиновники. Другое дело. Детский приют отца Сафрония, где более ста воспитанников были сыты, одеты и жили в тепле и заботе. Вот только теперь благополучие этих детей в прошлом. Воспитанники приюта отца Сафрония по решению суда передают государству, цитата, для их дальнейшего обустройства. Очевидно, нормой воспитания детей-сирот должно быть недоедание и античеловеческие условия содержания. Я уже не могла не смотреть, что дети в шиле, в резиновых шилотках земной, в туалет на улицу, что, знаете, куда бегают. Весь февраль холодный. Вы знаете, дети могли спать, вот лично в моей группе, я воспитателем работаю, да, девочка Танюша не могла уснуть, плакала. Я говорю, Таня, ты почему плачешь? Я занялась, я не могу уснуть. Вот приходилось их укутывать, возле них это самое сидеть, где-то 14. А лечь рядом, лечь рядом, нельзя? Лечь рядом я побоялась, потому что она вшила, я вот честно вам скажу. Только уберешь, чтобы их день 2-3 раза мазать, это холодно, вода холодная. У нас нету горячей воды в детском доме. Сам детдом холодный, ребенок болит. Я говорю, у нас в основном все хронические больные. Вот такая вот у нас детдом. Жаловаться, вот все мои жалобы, все мобитые, но никакого результата нет. Взяточничество и предвзятость, бич современного Казахстана. За попытку разоблачения в денежных поборах одной из алматинских школ Мурат Телебеков оказался на скамье подсудимых. На меня возбуждено два дела административных. Одно из них обвиняет в том, что я распространяю лживые слухи о поборах в школах, в частности школа номер 22. К сожалению, мы попали в такую ситуацию, когда родители, которые жаловались к нам на эти поборы, просили помочь, принять меры. В самый последний момент, когда дело дошло до суда, категорически отказались подтвердить свои утверждения. И в результате мы вынуждены были принести извинения и опровергнуть, потому что люди боятся своих детей. Именно так они объяснили, что они боятся преследования, дискриминации детей. Но тем не менее, несмотря на это, я глубоко убежден в том, что поборы в школах существуют, коррупция, вымогательство начинает процветать, я не сомневаюсь, что директора школ сегодня в Алма-Ате одни из самых довольно богатых людей сегодня у нас в городе. О том, что поборы в школах все-таки существуют, рискнул подтвердить пенсионер Надим Галиев, чьи слова, однако, судом пока не были услышаны. Если вина Телебекова будет доказана, то, согласно законодательству, ему грозит до трех лет тюрьмы. Но в бочке судейского дегтя на этой неделе оказалась и ложка меда. Финполом Казахстана с поличным за взятку задержан начальник Исатайского РОВД. Продажный полицейский за 250 тысяч тенге и 3 килограмма черной икры пособничал браконьерам. Но свою вину при задержании напрочь отрицал. Кубайдулин, вы видите надписи взятка ДБКП раз и желтое свечение на денежных средствах? Видите? Угу. Что вы можете по этому поводу пояснить? Пояснение. При задержании блюстителю порядка стало настолько плохо, что потребовалась госпитализация. Однако, оклемавшись при первом удобном случае, взяточник улизнул из-под стражи через форточку. От коррупции воплоти, перейдем к вопросу борьбы с этим ужасным недугом. Общественный фонд трансперессы Казахстана не на шутку озаботился этой проблемой и на днях открыл в Алматы первую антикоррупционную школу. Основная цель школы – рассказать о том опыте, который у нас есть, который есть у наших коллег, чтобы он применялся в Казахстане. Чтобы этот опыт был основан не на огульной критике, либо какой-то популистических каких-то лозунгах. Чтобы, если человек, научить человека критиковать с фактами на руках. Потому что сейчас понятно, что коррупция – это улица с двусторонним движением. Нет, чиновники виноваты, но и мы виноваты, кто даем взятки. Главная цель школы – заинтересовать людей борьбой с коррупцией. Дело, безусловно, благое, но, как говорится, свежо предание, а верится с трудом. Однако, время покажет. Пять пожаров за пять месяцев. Так, по роковой случайности не везет алматинской барахолке. Или, как вариант, она кому-то сильно мешает. Наш рынок, Юпитер, он обестачивается на ночь. Электричество не подается в бутики. Только дежурное освещение. И в любом бутике, даже если обогревательный прибор, то он отключен и обесточен. Возгораться, само возгорание, прозвитие, не могу. Это однозначно. Это как? Можно не любить свой народ, чтобы поджигать и поджигать? Как вы думаете? Это поджог, естественно. Такая зная участка, уже какая-то традиция. Конечно, это закономерность просто-напросто. Мы сейчас без работы остаемся. И как семью кормить, тоже не знаем. В результате пожаров тысячи торговцев стали банкротами. Люди не в силах погасить баснословные кредиты. Любыми способами, не всегда законными, власти выселяют барахольщиков с торговой площади, оставляя людей у разбитого корыта. Вот базар наш сгорел. Уже сколько месяцев мы без работы. По новой начинать – это надо деньги. Люди не могут никак восстановиться, никак не могут. Материально, морально никак восстановиться не могут. Сейчас торговая территория стала помехой в реализации безмалого триллиардного проекта по строительству торгово-транспортного коридора, лоббируемого самим Назарбаевым. На месте барахолки должно быть построено 15 многофункциональных центров. И теперь, кажется, совершенно понятно, кто заказывал фаер-шоу и решал судьбу городского рынка. И вновь о бессменном лидере Казахстана Нурсултане Назарбаеве. Точнее, о его талантах. Он не только вогнал республику в многомиллионную долларовую кабалу, но и изобрел инструмент избавления от нее. Вот уж на все руки от скуки. Итак, спасительный алтын – единая валюта будущего Евразийского экономического союза. Говорят, появится эта невиданная деньга уже совсем скоро. Какая из этого выгода? Ну, естественно, первое, что стоит отметить, это отсутствие курсовых рисков и сдержек транзакционных при торговле. То есть у нас есть единая валюта, нет необходимости переводить свою валюту в валюту другой страны и обратно при таких отношениях. То есть нет комиссий и упрощенный, скажем так, оборот и товаров. Пыль в глаза народа пускает не только хитрый елбасы Назарбаев. Его правительство идет строго по пятам Лучезарного. Отныне решили министры, заседать они будут в закрытом режиме. Ведь отмазку придумали хитрецы. Мыл высокопоставленные чиновники сами на поклон будут выходить к журналистам на специальную площадку. Ну, удобнее так. Здесь вот площадка СЦК, мы здесь будем давать информацию. Но это не значит, что мы вообще не будем приглашать на правительственную площадку. Обязательно вас будем приглашать. Просто у нас сейчас стоят очень огромные задачи, которые нужно решить очень в краткие сроки. Поэтому режим очень такой оперативный. Какие оперативные задачи будет решать правительство за закрытыми дверьми, остается загадкой. Кстати, закрыть работу Кабинета министров от посторонних глаз – первая, и надо думать, самая важная идея вновь назначенного премьер-министра страны политического волшебника Карима Масимова. Впрочем, от некоторых идей и высказываний казахстанских политических деятелей народ и правда лучше уберечь. На этой неделе вновь и неоднократно отжигала оперная певица, а ныне вице-спикер Мажелиса, красавица дочи албасы Дарига Назарбаева. Ей уже впору вручать премию «Гвоздь Казахстана». Если в начале года она повергла в шок чуть ли не всю мировую общественность пылким желанием сохранить конопляные поля в Чуйской долине и использовать их с пользой для здоровья, то на минувшей неделе Дарига и вовсе порекомендовала сотрудникам Акиматов пересесть в инвалидные коляски. Каждое воскресенье, чтобы работники Акиматов по очереди пересели на инвалидные коляски, вошли в шкуру человека нуждающегося и проехались по городу, сходили бы в театр, в магазины. Инициатива Дариги безусловно похвальная. Пора бы чиновникам на собственной шкуре ощутить тяготы людей с ограниченными возможностями. Только согласно блуждающей таинственной улыбке на устах Дариги это не больше, чем попытка реабилитировать себя после неосторожного высказывания про детей и уродов. Вот каков результат непродуманной половой жизни преждевременной и детей этих уродов показать инвалидов. Похоже, Дариге Назарбаевой все-таки лучше петь, чем говорить. Первой у нее получается значительно лучше. У меня на этом все. Хороших выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова